Привет! Познакомлю вас с имплантами фирмы Евросиликон. В упаковке ничего нового. Что интересно, маркировка она довольно простая. Здесь у нас указана ширина основы 12,5 см, как и в предыдущем обзоре. Высота 12 см, уже отличие, например, от фирмы Политех, где мы видели ширина и высота одинаковы. Проекция 4,9 см. То есть, если у нас в Политехе, смотрите предыдущее видео, 5,3 см, здесь у нас 4,9 см. Упаковка действительно до 2021 года. Но, честно, мне просто интересно, что случается, когда проходит срок годности. Вот что с этими имплантами. Это вопрос к производителю. Я надеюсь, что в комментариях те, кто знакомы с этой продукцией, напишут. Возможно, сама фирма-производитель мне напишет, что происходит с имплантом дальше, после того, как срок годности уходит. 305 объем. Это мы уже с вами проверим. Почему? Потому что похожий имплант у фирмы Политех весит 395. Это 305, фирма Политех 395. Открываем упаковку. Имплант. Вот такая у нас карточка для клиента. Вот это да, это стильно, это круто. Пластиковая карточка, удобно даже носить с собой. И инструкция по эксплуатации. Вы, как клиент, можете попросить с ней знакомиться, но это более важно для хирурга. В предыдущем видео я показывал, как неправильно открываются импланты в операционной. Неправильно это означает, что во время этого открытия к импланту приклеивается вся бактериальная флора в операционной. Операционная не может быть идеально стерильной. И, соответственно, если вы неправильно все это сделаете, то это приведет в дальнейшем к капсулярной контрактуре. Как вариант и скорее всего. Достаем имплант. И как же все-таки правильно открыть? Берем растворчик. Ну, тут главное не попасть в имплант в этот момент. Вводим внутрь. Взбалтываем. И открываем. А теперь сравниваем, приклеится ли наша бумажка, которую вы видели в предыдущем видео, к этому импланту. Они приклеиваются только потому, что он мокрый. Поэтому еще раз повторюсь, уважаемые хирурги, не повторяйте ошибки, показанные в предыдущем видео. Правильно открывайте имплант, и это снизит риск капсулярной контрактуры у вашего пациента в дальнейшем. Итак, в чем отличие импланта фирмы Евросиликон от других? Как видите, внешне он похож на имплант фирмы Алерган, или, возможно, имплант фирмы Алерган похож на Евросиликон. Такие же направляющие точки для хирурга, они в виде пупырышек, если помните, у политеха в виде длинной линии. Но для хирурга, как мне кажется, более удобным является большее количество точек сзади импланта. То есть мне, как хирургу, удобнее проверить, правильно ли он установлен именно сзади, прощупывая имплант. То есть спереди я могу эту точечку, может, и не увидеть, а тем более полоска мне не особо нужна. А сзади я точно прощупываю, правильно ли он стоит, где-то нету ли какого-то залома у основания импланта. Ну, я считаю, это очень удобно. Сравниваем вес. Здесь у нас указано объем 305, а вес 334. Что внутри этого импланта, вы узнаете в следующих видео о оболочке. Она такая же текстурированная, как у других имплантов, которые мы с вами смотрели, политех и аллерган. Ну, практически нету никакого отличия, и клиент, например, точно не отличит. Да, я думаю, и хирург не отличит, это разве что под микроскопом нужно смотреть. Это текстурированная, модная, известная оболочка. Что получает клиент после операции с имплантами фирмы Евросиликон? Клиент получает вот такую карточку. Ну, по крайней мере, должен ее получить. Она пластиковая. С обратной стороны наклеивается наклейка с кодом, номером импланта. Одна наклейка с имплантом, который был установлен слева, вторая наклейка справа. Серийные номера не должны совпадать. То есть, импланты с разных коробок имеют разную маркировку. То есть, не может быть такого, что у вас две наклейки с одинаковым серийным номером. Это говорит о том, что вам наклеили просто, так скажем, наклейки одного импланта. И непонятно вот с другой стороны, какой имплант вам установили. Поэтому обязательно проверяйте. Должны быть разные, разные номера. Здесь вы можете сами указать, или хирург укажет дату операции, фамилия, имя хирурга, фамилия, имя ваш. Я вас познакомил с имплантами фирмы Евросиликон. Вы увидели, как выглядит их упаковка, что находится внутри, как выглядит сертификат. Дальнейшее видео смотрите по ссылке в описании снизу.